Зелёный маршрут. Кстовские школьники побывали на исторической экскурсии в селе Безводное. Этот населённый пункт стал частью всероссийского конкурса «Зелёный маршрут». Поэтому перед тем, как погрузиться в историю, ребятам пришлось поработать и убрать от мусора часть маршрута. Поздравляю слова. Мусорные мешки через многокилометровый маршрут сложно, поэтому ребята убирались только в нижней части села, рядом с местными памятниками архитектуры. Это обычные дома. Уникальными их делает причудливая резьба. Чуть дальше легендарные места съёмок советских кинофильмов. Пройдя по берегу Волги, мы попадаем в старинную часть села, в нижнюю часть села, где снимались часто фильмы, где очень любили, Мосфильм любил снимать свой знаменитый фильм «Курочка Ряба», «Хождение по мукам», «Фома Гордеев». Там же снимался фильм, известный последний, значит, «Русское поле», узнаваемый очень с нашими видами. Экскурсоводы здесь тоже необычные. С историей села посетителей знакомят их ровесники, воспитанницы воскресной школы. У меня старшая сестра тоже ходила, она была экскурсоводом, и мне тоже выбрали экскурсоводом, предложили, я согласилась. Рассказать тут можно о многом. Например, в Безводном с давних времён и по сей день местные жители празднуют Троицу. Раньше девушки, молодые, старались к этому празднику приобрести себе новые наряды. Обычно это были такие сарафаны, обшитые снизу золотыми нитями, рубашка, такой вот кафтан, повязка и украшения. И все в этот день были объединены общей радостью. Испокон веков безводницы занимались кустарным производством. С помощью этих приспособлений здесь вытягивали медную проволоку. Из неё плели сетку, которой торговали по всей Средней Волге. Подобный стан, если сменить бёдра, у него части, можно использовать как металлоиздельный. Эти станы располагались практически в каждом доме, там, где занимались промыслом, нижней части дома. Конечно же, сетка была необходима для безводниц, это был стратегический, можно сказать, продукт. Собственно, этим и жили в основном безводницы в 19-м, начале 20-го века. Один из краеведческих музеев безводного находится в воскресной школе. Здесь собраны предметы быта, местные наряды. До наших времён сохранились тетради учеников безводницкой школы. В начальной школе в селе Безводов первую была открыта 1 ноября 1864 года. Всего через три года после отмены крепостного права. И размещался она в простом керестянском доме. В 1899 году было построено новое здание. Однако самая главная и завораживающая достопримечательность села – шикарный вид на Волгу. Открывается он после подъёма по крутой лестнице, ведущей к нагорной части деревни. Увидеть эту красоту приходят путешественники, а местная ребятня часами наслаждается пейзажами родного края со смотровой площадки на огромном дереве. Евгений Кузьмин, Андрей Ярастов, Ирина Флягина, связист ТВ Кстова. Специально для Время новостей.